Продолжение следует... 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 На самом деле с этим методом многие ученые наши знакомы, и в Институте эволюционной физиологии и биохимии также МАКПИКС есть, и исследование проводится. Но для тех, кто может быть с технологией незнаком, я подчеркну ее основные преимущества. Это преимущества в сравнении с классическим методом ИФА. Это одновременное определение множества аналитов в одной лунке. То есть, как вы видели на первом слайде, исследовались сразу 11 маркеров в одном образце. То есть для ИФА мы ставили бы 11 плашек, в данном случае одну. Гораздо меньшее количество образца используется. То есть обычно это 25 микролитров, а в ИФА мы используем гораздо больший объем. Гораздо более высокая чувствительность для данного метода. И широкий диапазон детекции. То есть стандартная кривая позволяет где-то в 4 раза увеличить диапазон детекции. Ну и соответственно, это сниженные трудозатраты, финансовые затраты. И стандартизованный такой подход к получению результатов по всем аналитам. Как работает данная технология? Это очень похоже на самом деле на ELISO, которую я уже упомянула. Но в данном случае детектирующее антитело сорбируется не на дне планшета, а на поверхности сферы. И поскольку сферы цвет кодированный, мы можем их смешивать, у нас появляется возможность мультиплекса. Мы можем смешивать не только 11 типов сфер, как в данном исследовании, а гораздо больше. Порядка 40-50. Получать результаты уже по большему количеству маркеров. Протокол, мокрая часть, собственно, примерно такой же, как в УФА. То есть с первым антителом реагирует аналит из нашего образца. Отмывается все, что не связано. И добавляется детектирующее антитело. И метка. В данном случае фикоритрин. И по общему свечению фикоритрина пересчитывается количество аналита. Есть несколько типов детекторов, но в основном у нас на территории России стоят МАКПИКСы, ну, либо ЛЮМИНЕКСы 200. И сейчас в настоящее время российский аналог представлен. Квадроплекс ЛАП. Точнее сейчас пока Квадроплекс ЧИП для единичных образцов. Но в настоящее время ведется разработка планшетной версии Квадроплекс ЛАП. Поскольку импортные приборы стали для нас в настоящее время не очень доступны. Можем... Компания ДЕЙМ может вам уже предложить наш российский аналог. Уже некоторые пользователи даже его уже имеют у себя в лабораториях. Если у вас вопросы по данному прибору будут появляться, можете обращаться к нам. Что касается реагентов. Мы по-прежнему предлагаем реагенты, которыми вы привыкли пользоваться. Но сейчас, как сами понимаете, они стали не очень... Не с такими же ценами, как раньше. Ну, в общем, те же самые наборы Милиплекс, Прокартоплекс, Биоплекс. И любые подходящие под X-MAP. Но, понимая финансовую сложность приобретения данных наборов компании, ДЕЙМ задумалась над разработкой собственных реагентов. Поэтому скоро мы ожидаем уже еще одну торговую марку. Вот. Если у вас вопросы есть, пожалуйста. Да, вопрос, коллеги. Ну, на данном этапе вопросов нет. Про... 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 Про...